Привет народ, сегодня в рубрике играем в рандом, игра Eternal Winter, которая сейчас на данный момент находится в раннем доступе Steam. Вышла она весной этого года, так что не такая уж и давнишняя игра мне попалась через рандомайзер, скажем так. Но про неё я ничего не знаю, почитал описание, посмотрел скриншоты, понял или подумал только лишь, что это какой-то клон The Long Dark, низкобюджетный, то есть и сделанный маленькой командой. Именно, я так понимаю, сейчас я посмотрю, ну нет, всё же не одним человеком, тут несколько людей, Антонио Варгас, музыка такого-то человека и специальное спасибо другим двум людям сказано. Ну по сути сделана игра одним человеком, то есть особого здесь чего-то ждать не стоит и отлаженности, я так понимаю, тоже большой ждать не стоит. Не The Long Dark, не тот уровень, но тем не менее, давайте посмотрим, посмотрим, что игра нам сможет предложить. По крайней мере, в меню выглядит всё симпатично. Смесь, знаете чего? Смесь как будто The Long Dark и Firewatch, а это очень-очень приятно. Вон какие-то забавные людишки копают снег, не перестают, я на них уже нагляделся, они всё копают и копают, никак не могут перестать. Наверное, мы тоже будем здесь с вами копать, но кроме того, я знаю, что здесь есть некоторые персонажи, так называемые, которых вы можете заметить сейчас на экране, а может и не заметите, но если приглядитесь, то увидите. Они не двигаются, поэтому сложно их определить, но я думаю, сейчас мы увидим их в игре, и именно вот эти персонажи меня больше всего привлекли в Eternal Winter, где, видимо, нас же будет ждать бесконечная зима. Начинаем. Ну ладно, всё, спалились. Собаки спалились! Да, суть в том, что здесь не обычная суравилка, а вместе с собаками, то есть они здесь играют довольно большую роль. Они ведут упряжку, с которой мы будем, я так понимаю, передвигаться по здешнему миру, и в то же время эти собаки, они как настоящие персонажи, даже не то, что там какой-нибудь конь из Скайрима, а более серьёзные персонажи с характеристиками, я так понимаю, или что-то вроде того. Я могу поменять их свойства, то есть могу сделать из них защитных собак или ещё каких-то, но... Да, вот охотник, выносливость, и все они сейчас у меня поставлены как свифт. Можно сделать их танком. То есть вы понимаете, вы тут партийную RPG играете на самом деле, а не суравилку в зимних декорациях. Ну что, я не знаю. Поиграем мы сегодня немного, поэтому здесь особо запариваться я не собираюсь, поэтому давайте поставим какой-нибудь по-быстрому. Ну вот будет собака танка, и всё. Остальные пусть бегают быстрые. Мне больше ничего не нужно. Ну вот одна будет атаковать, предположим. А две остальные быстрые. Я могу их как-то переименовать. Ну давайте, давайте, этим всё же займёмся. В игре вроде как должен быть русский язык, но его нету. Нет. Ну писать можно, но в самой игре я его так и не нашёл. Как её поставить, как сделать. Ну ладно, невелика проблема. В Сурайлоке мы уж обойдёмся без английского языка. Я думаю, сюжета здесь не будет или минимум его будет. Самый минимум лайка, стрелка, я не знаю. Какая-нибудь белка. Ну не знаю, у нас почему-то космическая тематика включилась, но я и не против, собственно. Лайка, стрелка, белка. Все женские имена какие-то, собаки у нас. Ну и, наверное, последний тогда будет... Я не знаю. Сашка! Сашка! Вы когда-нибудь слышали, чтобы собаку называли Сашка? Ну теперь услышали. Всё бывает когда-то в первый раз. Ну я думаю, достаточно. Принимаем этих собак. А наши характеристики, они вообще не настраиваются. Ну что мы, какой-то обычный человек. Чё нас настраивать-то? Я-то, кстати, думаю, что здесь все люди, тем более, одинаковые. Все одинакового типа. Обучение тут есть какое-то, но я его даже толком не рассмотрел. Слушайте, ну это из Лонгдар. Чистой воды, смотрите. Поэтому сейчас мы будем разбираться. Ну, как разбираться? Так, пытаться что-то сделать по ходу уже. Минималистичный интерфейс. Очень удобно выглядит, должен сказать. То есть не нагружает экран. Стилизован под графику игры. Я так понимаю, вообще напрягать никак не будет. У нас есть ли тут что-то типа инвентаря? Наверное, есть. Вообще, надо сказать, что здесь мы, в отличие от многих игр, как вы заметите, можете уже, выживаем не одни, а вместе с вот этими парнями, это ведь парни, не обязательно парни, может и девушки. Ну, все они в итоге закупились в одном магазине одежды и приехали сюда на север, похоже, отдохнуть. Построили здесь зачем-то поселение, радиовышка у них есть. То есть они, в принципе, я так понимаю, не потерянные тут, а просто живут и живут. Ну, хорошо, ребят, сейчас я с вами со всеми поговорю, если это вообще возможно здесь. Ну, сначала давайте разберемся, что у нас тут вообще есть, как тут инспектировать, да, вот прям так написано. Нажмите Е, чтобы инспектировать, да, у нас тут что-то лежит. Это очень похоже на, если я правильно понимаю, на бинты. Да, то есть мы здесь можем пораниться, а почему мы можем здесь пораниться? Потому что зима, животные злые, голодные, хотят съесть людей даже. Но в то же время мы тоже должны их кушать. Мы должны нападать на животных вместе с нашими собаками, я так понимаю, и пытаться уничтожить их, чтобы потом скушать их. Ну, в общем, я доступно объяснил, как мне кажется. Так, вот тут у нас три каких-то раздела. Вот это что такое? Это какие-то магазины, то есть это патроны, что ли, или что? Непонятно. Да, это совершенно верно, это обойма для какого-то оружия. А вот это справа, мне интересно, это что, это не мой ли инвентарь, надеюсь? А то как-то мало выяснится моего инвентаря совсем. Мне недостаточно будет такого. Ну, возможно, это игра с претензией на реализм, то есть много ты с собой не унесёшь, поэтому смотри, что ложишь и всё такое. А могу я взять вот это? Нет, ну, похоже... Да, я всё это взял. Осталось лишь только выяснить, куда всё это отправилось. О, ну фонарик есть у меня. Слушайте, а выглядит всё это приятно. Дешёвенько. Но в итоге стилизация всё спасает. Очень приятно. Я могу и прыгать. Садиться я могу. Садиться? Зачем мне садиться? Так, ладно, извините. Свечу я там фонариком вас мешаю. Хотели посидеть люди на снеге спокойно, а я взял им и помешал. Ничего страшного. Ещё насидятся. Насидятся. Так, а здесь уже ничего нету. Может, я вот это проверял? Самое печальное, вот на самом деле, что еды-то нигде нету. Есть какие-то магазины, то есть обоймы. Есть бинты. А это, как его... Кушать-то что будем? Вот у нас есть как бы плита. Можно здесь покушать что-нибудь? Можно снег? Охренительно. Снег можно приготовить. А можно мясо? Так, мне что-то сказали, типа недостаточно рыбы. Нужно ещё два. Ну, давай ещё. Так не работает это. Значит, у меня недостаточно всего этого. Вопрос всё-таки интересный. Где инвентарь-то посмотреть? Я хочу, прям интересно же. Я могу быстро бегать, верно? Да, совершенно верно. Ну, бегать на холоде быстро, конечно, может и полезно, чтобы согреться, да? Но в тот же момент, наверное, теряется быстро выносливость и голод наступает быстрее и так далее, да? Я уверен, что здесь всё так вполне себе. Ну, вот такой вот, вы знаете, довольно пока что, на первый взгляд, милый клоник. Клон сказать не могу, наверное, да? Клоник. Клоник The Long Dark. Но с собаками. До них мы, я думаю, сейчас доберёмся. Сейчас я смотрю, что у нас ещё тут здесь есть везде. Но меня пока пугает отсутствие инвентаря. На самом деле только это. О, можно интерфейс убрать. Ну и всё. И наслаждайся графикой. Руки только мешаются их. Никуда вот он их не деть. Вот он поднимает их. Куда бы ты ни посмотрел, руки он поднимает в любую сторону. Ну, держит их зачем-то на вытянутое расстояние. Может, у него привычка такая. Или у него они отморозились уже, и он не может ими двигать просто. Может, надо согреться как-нибудь у костра. Да, кстати, появился у меня значок, что я типа замерзаю. В нижнем левом углу еда, вода и здоровье. А в левом углу, я так понимаю, это какие-то... Ну, я не знаю, ресурсы наши, что ли, может быть. Возможно. Да, вот видите, тут есть и бородатые мужики, и женщины, и дети даже. Да что ж вы детей-то сюда привезли? И торговцы. Торговцы, серьёзно? Так. То есть, мы здесь ещё и за главного, что ли? Тут написано, что можно приглашать сюда как суриверов. То есть, здесь уже выживают люди. А зачем приглашать сюда выживальцев? Что здесь произошло-то? Может, апокалипсис какой-то? Всё замёрзло. Города разрушены, и люди живут в таких вот самостройках. Импровизированных фартах. Ну, зачем я буду приглашать сюда людей? Нет, пока не будем. А с тобой только про это можно поговорить. А вот это что у тебя лежит здесь? Радио зачем? Знаете, музыка приятная. Вот это радиомотивы. Точнее, гитарные мотивы. Самое то, на самом деле. Можно поспать, да? А спать, кстати, у меня нету характеристики. То есть, вроде как, спать не обязательно. Во. Человек здесь... Ну, здесь люди отмороженные. Ну, в прямом смысле этого слова. Отмороженные, смотрите. Не, ну, он всё-таки двигается более-менее. А чём вообще? Чем вы занимаетесь тут у вас? Веселье какое? Детям скучно, наверное, или нет? Ребят, как у тебя дела? Никто говорить не хочет. Ну, правильно, откроешь рот и сразу всё. Заморозишься. Я не уж не знаю, какая здесь температура, но явно не плюс 20. О, детям, да. Конечно, тут очень весело. Вы хоть вместе, ребят, соберитесь. Чё вы поодиночке-то сидите? Ну, ё-моё. Не знают дети, конечно, как развлекаться. Да, кто б знал здесь. Приезжает твоя мама с папой вот сюда и начинают выживать. А ты тебе что с ними делать-то? Грустить только и всё. Так. Ящички. Нет. Я всё-таки кнопочки-то проверяю. Может, инвентарь-то я найду. Или, похоже, здесь без инвентаря. Интересное решение. Может, даже адекватное. Вот здесь пустой стол. Ну, сюда явно надо побольше людей, чтобы нормальную тусу устроить. А то так, тут у костра даже и не соберёшься. Не согреешься рядом с другими. Ну, вообще, тепло, да? А руки, я так понимаю, ты перчатки не одел, мой друг. Ну, как знаешь. Ладно, пока вроде не замёрз. Сейчас ещё посмотрим, что у нас тут здесь есть. О, какое-то... Ведро. Ну, похоже. Деревянное. Так, да ты не вставай. Я понимаю, я тут главный, но не надо. Лучше сидите, замораживайтесь дальше. Всё же нормально. Нет бы вот собраться у костра. Вы чё все сидите-то подальше от костра? Или этот вам чувак запретил, типа? Я здесь разжёг себе костёр, и только я тут буду сидеть. Ну, слушай. Ну, у тебя брови злые. Ну, ты бород... Да ладно, ладно, ладно. Ладно, ладно. Хочешь, сиди. Я тебе мешать не буду. Ну, пусти других людей тоже погреться. А, ты сам уже не хочешь. Не, он пошёл что-то делать. Это то ли мужик, то ли женщина с бровями и бородой. Но я думаю, всё же это мужик. Да тут все похожи. А вы сами приедете на север. Побудьте там месяц. Вы сольётесь местами. Тоже такая же борода у вас будет, как у всех. Тоже такое же лицо без улыбки будет, как у всех. И всё такое. Так, а ты что здесь делаешь? Давай, как на территорию. Чтоб все вместе. Сейчас волки придут и тебя съедят. Дамочка, вы что? Женщина, похоже, медитирует. Ну да, тут можно и йогой заниматься. Видите, они все ноги сложили и медитируют. Вот, может быть, это какая-то коммуна из йога сурайвалов. Сурайверы йога. Ну не знаю, как их ещё опозвать. А вот мои любимые собаки. Сашка! Лайка! Лайка быстро умеет бегать. А ты кто? А ты стрелка. Ты тоже быстро бегаешь. Лайка и стрелка быстро бегают. Вот лучше бы Лайка была бы воином. А тут у нас Белка танком стала. Белка почему-то не Белка. Блин, ну вы, ребята, неправильно назвались. И вот я на ваши цитаты не посмотрел. А их ещё вас кормить надо. Ребят, вы что, охренели что ли? Мне-то самому... Самому я не знаю, что есть. Вообще ничего нету. Я так понимаю, вот эту всю деревню мне одному кормить и нужно. Эти... Как бы вообще двигаться, я так понимаю, не намерено. Соответственно, мне, наверное, придётся с вами, ребят, пойти на охоту, чтобы попытаться обеспечить всё это население. Ну вот-вот правильно пошла, наконец-то. Сидит она тут за воротами. А ворота-то закрыть вы можете? Нет вообще? Хотя не надо, я скоро вернусь. Я думаю, мы сейчас на разведку отправимся. Посмотрим, где тут чё, какая живность обитает вообще. Хотя, чувствую, здесь придётся долго нам кататься-то, чтобы хоть что-то найти. А это что за аватарка доты? Ну ладно, не так уж похоже, на самом деле. Но всё равно. Я уж подумал, что дота, что ли, у нас тут. Ну чё, ребят, поехали. А, у нас есть компас. Хорошо. То есть вот у нас север. Ну да, только на север-то стрелка и указывает карты. Я так понимаю, здесь нет импровизированной. Ну чё, покатили? Найдём что-нибудь. А можно покупаться, да? Вода вроде как должен лёд быть, да? То есть тут можно выходить на лёд, а лёд должен быть крепкий, если тут действительно холодно. Сейчас проверим. Ну пока я не могу определиться. Так это не вода, ребят. Тихо, тихо, сейчас я утоплю собак своей. Слушайте, а похоже здесь не так уж и холодно, раз уж вода даже не замёрзла. Ну то есть у берега-то она в любом случае должна была замёрзнуть, хотя бы чуть-чуть. Так что ладно, всё понятно. По воде мы, значит, пройти не можем, но может она позже заморозится, и мы сможем пройти вон в те области. А у нас что с оружием? А, во, смотрите, я научился хотя бы кое-что делать уже. Так, тихо, стопэ. Ребят, я разберусь с инвентарём. Постойте пока что. Да, вот. У нас есть нож. Мачете, скорее, даже, наверное. Арбалет. Можно прицелиться у нас есть. Надеюсь, зарядано для него. Может прицелиться? Ну не в собак, конечно. Но тем не менее. Попробуем сейчас перезарядить. Так, я не вижу, что зарядился, но зарядился. Окей, я потратил жизненно важную стрелу. Арбалет. Хорошо, что у нас ещё с инвентарем? Ну, винтовка, самое элитное оружие. Да, здесь хотя бы даже патроны показываются. Как-то у меня нет магазина, я же брал. Вы что, ребят, рассказываете-то? А, слушайте, может я там вот то, что делал, я это на самом деле выкладывал, свои вещи, а не как бы не брал их? Может и так. Там-то и не разберёшься. Интерфейс минималистичный, и у этого есть не только плюсы, но и минусы всё же. Так, ну тогда оставим арбалет. Тут стрелы почему-то не показываются. А вот здесь что можно сделать? Ага. Ну, тут можно что-то, я так понимаю, спаковать. Ну, только тогда, когда мы найдём. То есть, находишь ты что-то и ложишь сюда, в хранилище. И всё. Ну, пока поехали, ребят. Отдохнули, я думаю, вы, собаки-то? Вперёд в путь надо отправляться. Ну, я думаю, мы сейчас найдём какое-нибудь животное. Это хоть какое-нибудь где-нибудь. Правда, мы сейчас возвращаемся скорее в нашу деревню. А радиовышка вот там для чего стоит, мне интересно. Вот уж не знаю. Но, знаете, вот к чему точно никак не подкопаюсь я сейчас? Графики. Очень хорошая графика. Ну, то есть, ну, стиль полностью оправдывает всё. По-моему, даже лучше здесь стилизовано, чем в The Long Dark. Там были всё-таки не такие яркие цвета. Здесь, по-моему, поярче и порадостнее, как в том же Firewatch. Но в Firewatch была намного детализация, конечно, выше. Ну, давайте не будем графики по вот этим причинам низкая детализация. Сейчас давайте ещё текстурки разглядывать, которые здесь просто однотонные матовые во многих местах. Нет, здесь всё в этом плане хорошо, мне нравится. И закат. Смотрите, какой охренительно красивый жёлтый закат. Не какой-нибудь там оранжевый, хотя тоже есть, а именно жёлтый. Только вот что-то тут у нас немножко подглючивает. Ну и, конечно, это всё дело ни капельки не тормозит. Вот так, а вот это у нас проход куда-то. Так, ребята, отдохнём чуть-чуть. Я сейчас посмотрю, стоит ли нам туда отправляться. Мне кажется, здесь вот такой редкий лес достаточно. Здесь никого мы не найдём. Я имею в виду никакой живности, на которую охотиться. Вроде как должны, по описанию игры, во всяком случае. Так, пока мы тут с вами разгуливаем, то есть вроде наслаждаемся пейзажами, красотами заката, люди там умирают с голода. Давайте всё-таки, значит, пойдём, наверное, в тот лес. Хотя, это на самом деле, мне может сейчас отсюда кажется, что там лес-то погуще. А на самом деле, нифига. Конечно, всё ещё удивительно, почему вода не замёрзлась. То есть, какая здесь температура и когда вообще эта зима наступила. Но вот по вот этой дороге, это что? Это вот это лёд, снег. Похоже на лёд, да? Отчасти. Мы сейчас по ледовому вот этому мосту, по ледовой дороге сможем пройти вон в ту часть этой громадной, неизведанной территории. Так, ребят, отдыхаем. Я смотрю, как у нас вообще обстановка. Уже, да, уже, уже не жёлтый закат, уже оранжевый и фиолетовый. Потому что сейчас будет ночь, а что мы будем делать ночью? А могу я фонарик включить на ходу? Нет, конечно. Размечтался. Так, сейчас не утопить бы никого. Ни упряжку, ни собак. Обидно будет потом возвращаться пешком домой. Надо будет, кстати, смотреть периодически. Ну, это очевидно, по-моему, смотреть за здоровьем собак. То есть не всё время гнать их без перебоя. А иногда останавливаться, интересоваться, как у них дела. Но, знаете, наслаждаясь вот этой музыкой, музыкальным вообще оформлением, заниматься этим не хочется. А что за перекрёсток тут у нас? Вот это да. Вот это перекрёсток здесь кто-то обустроил. Ну, это явно не натуральное... Ну, то есть не естественного происхождения мосты-то эти. Как-то их тут сруудили. Хотя сложно представить, как тут насыпали дорогу, что ли. Возможно. Кто же этим занимался-то? Ну, вот давайте сейчас отключим интерфейс. Почти полностью можно отключить интерфейс. Кроме назойливой подсказки использовать наш компас. Это я и так уже понял, что его можно использовать. Можно было бы подсказку убрать. Но опять передираться не будем. И, знаете, вот. И красиво. И вот мы с собаками. Даже атмосферка какая-то ощущается. Звук есть вьюга. Звук собак тоже есть. В общем, со звуком вроде как всё нормально. Не самое богатое наполнение, но тем не менее. И играет приятная, достаточно подходящая музыка. Чего ещё хотеть? А лес-то всё-таки здесь гуще. Вот мы добрались до него, да? Действительно гуще. Там, где нет людей. И деревьев больше. А вот сейчас музыка мне, кстати, может помешать. Потому что я могу пропустить волков. При помощи... Ну, которые воют обычно в ночи. Соответственно, я их просто не услышу. А увидеть их будет сложновато. Хотя в таком монотонном пейзаже они должны всё-таки сразу бросаться в глаза. Осмотримся. Вот просто на секунду остановимся. Так лучше всё-таки замечать детали. Ну, красиво меняется здесь время суток. Красиво. И ночное небо. Ох, это ночное небо со звёздами. Да. Ну вот уж совсем темно становится. То есть последние следы уходящего солнца исчезают. И становится так мрачновато, если честно. Немножко так даже... Ну, не страшно, конечно. Но чуть-чуть тревожно. Мы сейчас далеко с вами как бы убрались от нашего лагеря-то. Здесь везде повсюду озёра. А вот там какое-то жилище. Ну, наверное, к нему отправимся. Вдруг там еду найдём. И нужно будет, кстати, когда еду найдём, выбирать, кого кормить. Собак? Или себя? На самом деле, если мы найдём воду... А, нет. Там я плохо рассмотрел. Воды, как и еды, у нас примерно половина запаса в теле. Останавливаемся. Всё, всё. Отбегались. Вы молодцы, ребят. Вы молодцы. Справили задачи. Сейчас посмотрим, как здесь у нас дела. Отдыхайте. Смотрите, утомились, а? Блин, их бы погладить. Ну, погладь-то их чуть-чуть. Так, ну... Им-то, кстати, питаться-то меньше нужно, чем нам. Они дольше сохраняют состояние упитанности, скажем так. Ох, а нифига себе. Это что? Что это такое-то? А, охота. То есть, животные появляются только ночью. Интересное решение. Но мне больше всё-таки кажется куда более оригинальным решением вот так вот подсвечивать местонахождение животных. Действительно, минималистично решили сыграть с интерфейсом. То есть, обычно бы, наверное, в другой любой игре это бы поместили бы вот такое вот на мини-карту, на карту. А здесь прям вот встроили в игру. Довольно необычно. Так, олени, кабаны, я так понимаю. Ну и вот опасные волки. И... Должны мы их ловить сейчас. Так, ребята, а я вас могу использовать для этих целей? Могу устанавливать им здоровье. А мясо могу им дать? А, у них ещё свой инвентарь, может быть. Можно, то есть, к ним что-то привязать. Слушайте, ну, достаточно интересно. Вопрос здесь сейчас такой стоит только. Насколько этой игры может хватить? Ну, охотишься, ты деревню там увеличиваешь, да? А дальше что? Ну, учитывая, что это ранний доступ, наверняка, наверняка можно рассчитывать на то, что в будущем добавит куда больше возможностей. И вообще, занятий, которыми тут можно заниматься. Так, открыли мы тут ящик с припасами и совсем не зря. Конечно, наверное, опустошать его полностью не лучшая идея, но мы с вами немножко голодные. Так что... Опа, опа. И опа. Всё, взяли. Я могу поставить вейпоинты на карту. То есть, карта здесь всё же есть, да? Только надо найти её. Сейчас посмотрим, что у нас здесь в ящиках. Давайте карту посмотрим. Она есть? У меня всё же нет. Я нажимаю стандартные кнопки, на которых могла бы быть карта. Проблема в том, что здесь не было настройка управления у игры. Соответственно, разбираться приходится на ходу. В этом плане, наверное, не очень хорошо, да? Ну, все предсказуемые кнопки, которые я мог осмотреть, я осмотрел. Карта... Карта у нас нигде не открывается. Ну, ладно, невелика беда. Кстати, можно поспать, да? А не опасно спать-то здесь и животное рядом. Тем более, спать мы сейчас равно в любом случае не можем. Точнее, не будем, потому что... Потому что надо поохотиться чуть-чуть. Вдруг что, поймаем. Вдруг удастся с первого раза какое-нибудь животное это завалить. Ну, ладно, здесь у нас, судя по всему, ничего нет. Ага, то есть первый день закончился и мне какую-то сводку о том, что в деревне произошло, сообщили. И там, по-моему, никто еду не произвел и не потратил. Так, а как мне отправляться на охоту? С собаками вместе или без них? Тоже вопрос-то интересный. Конечно бы, оленя лучше бы замочить, а там пингвины, пингвинов особо не поешь. Но они зато, наверное, медленные, их легче поймать. Собаки отдохнули и можем мы сейчас немножко отправиться в путь. Посмотреть как раз, где кто будет. А, кстати, исчезли-то маркеры-то все, как только я поехал. Почему-то исчезли все маркеры. Что это может значить? Что я не могу вместе с собаками охотиться? Странное решение, по-моему. Сейчас. Ну-ка. Действительные маркеры все появились. Ага, кролик. Кролик, конечно, мелкий. Вот его поймать проблема будет. Так, белка, стрелка, лайка, вы как охотиться-то можете? Где у меня был охотник? Вот, охотник. Как мне тебя отправить на миссию? Во, пошли со мной. Так, а ты где? Ну, все, взял собаку и потерял ее уже. Ну, она, может, по идее, со мной уже? То есть, я ее, может, не могу увидеть, она все время за моей спиной. То есть, я пытаюсь поворачиваться, она хитрая. Ускользает от меня. Нам нужно найти самое ближайшее животное. И, по сути, это все же волк. Как бы это не было опасно. Кстати, помните, здесь же был кролик? А, нет, вот он. То есть, он все еще здесь. Я уж подумал, здесь экосистема. Волки убивают кроликов и другие животные между собой взаимодействуют. Но, не, все живут по отдельности, другими видами не интересуются. Я выбрал, как видите, все-таки волка. У нас тут что-то типа северного сияния даже. Ну, похоже, да? А мы сейчас прицелимся. Ага, то есть, конечно, кто первый-то? Я перезаряжаюсь. Ох, ты ж нифига себе, ты что, вернулся что ли? Ребят, ну мне конец. У меня волк ест. У меня кровотечение. Хватило, правда, и двух стрел, чтобы замочить его. Однако, я ранен. У меня с здоровьем проблема. Нужно возвращаться и разбираться с этой проблемой довольно серьезной. бежим. Мясо взял. Мне сейчас нужно с ним разобраться. Можно еще поохотиться, конечно, на кого-то, на кого-то не столь опасного. Было бы неплохо. Так, как мне собаку-то вернуть? М? Что же интересно? Ну я сюда вот это мясо, которое у волка забрал, положил. А как восстановить здоровье? Я же брал бинты. Вот это вопрос. Ну надо же, я нашел инвентарь. А как это? Инвентарь на ту же кнопку, что и компас. Ну ладно. Так, ну все, сейчас мы со всем разберемся и в первую очередь со здоровьем. С весом у нас все нормально. Вот. Здесь самое главное. Бинты. Где бинты? Вот здесь они должны быть. Но почему нет тут? Это что такое? Ага. Вот они, заряды для арбалета. Хоть знаю, сколько их теперь. При помощи вот этого, а это выглядит как какая-то кастрюлька, я могу готовить мясо и рыбу. Ага, штормы бывают. Снежные штормы. Для этого нужно что-то то-то то-то. Потому что шторм продлится три дня и в эти дни мы не сможем ничего сделать. Нам нужно запастись дровами и мясом. Хорошо. Прогноз погоды то у нас точный. Радиовышка, видимо, не зря стоит. Так, а это, я так понимаю, крафтинг все же, да? Мне нужен доктор. А, у нас нет доктора, это нужно нанять человека. Но вот видите, уже куда все более полно становится. То есть мы уже видим, как здесь крафтить, как строить свою деревню. Это уже не выглядит как клоник The Long Dark. Я умер. Я умер, потому что не перевязал себе рану. Волк укусил меня и я тут же скончался. Суровый, суровый север. Даже вот такой вот, казалось бы, достаточно приятной оболочки, где все комфортным кажется. Ну, музыка играет собаки рядом с тобой. Одна даже вроде как где-то рядом с тобой должна защищать тебя от волка. А нет, укусил тебя волк, ранил, умер ты один здесь, потому что никого рядом нету. А доктора и вообще подавно нет нигде. Вот такая вот история, знаете, игра-то заинтересовала меня. Наверное, вот этой смерти я в любом случае должен остановиться, буду честным, то есть не буду читерить и прямо сейчас пытаться начать новую жизнь, как будто ничего не случилось, не пострадал я от своей неосторожности и глупости. Промазал, увернулся волк и судьба моя была решена таким образом. А где уж там бинты, которые я там взял с собой? Да, нужно было разбираться раньше. Ну ничего, но зато 15 человек в деревне, может, они в итоге рано или поздно сообразят, что иметь только одного человека, который занимается их устройством, их хозяйством, охотиться для них, это не очень хорошая идея, и они сами пойдут охотиться, может, даже найдут мое замороженное тело и похоронят. И собаки мои не откинутся. Да, грустно вышло, а музыка играет приятная, вот такая вот игра контрастов, игра противоречий даже, возможно. Ну, видно по ней, что она бюджетная, но тем не менее, заинтересовать может, и может быть, я вернусь к ней, когда она дойдет до более следующей стадии разработки. Версия, которую я сейчас играл, это версия 0.1.5, что-то такое, да, то есть вы понимаете, это ранее, ранее альфа. Где-нибудь через годик, в зависимости от темпа разработки, я думаю, что где-то вполне годик, это достаточно хороший срок. Можно будет взглянуть на эту игру еще раз и посмотреть, насколько она будет тогда лучше. Здесь нужно, чтобы она прям чувствовалась жизнью. Вот и меня убил волк, а я как-то вот это не ощутил даже, что я был ранен и так далее. Вот это нужно как-то улучшить, вот эти моменты. А так, по-моему, здесь возможности уже дофига, но у крафтинга мы увидели, сколько там всего, как деревню можно наполнять. То есть вот этим заниматься здесь можно достаточно серьезно, как мне показалось. Ну, ладно, в следующий раз сыграем в этой рубрике, играем в рандом какую-нибудь другую, случайно выбранную игру. Эта игра была в этот раз выбрана случайно. Бесконечная зима, для меня она действительно будет теперь бесконечной. Ах, надеюсь, я хотя бы накормлю собак. В следующий раз действительно сыграем другую игру, а это была Eternal Winter, игра в раннем доступе, которая сейчас находится. Так что вы тоже можете и заинтересоваться, если кому вообще интересна эта тема Сураеволок, и особенно, наверное, Сураеволок в зимнем антураже, то есть выживание в суровом зимнем климате. Хотя здесь он такой или суровый, но судя по всему здесь даже бури бывают. Интересно. Ну ладно, встретимся в следующий раз, а пока что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok